МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире ток-шоу «Философия здоровья» программа для тех, кто ценит собственное здоровье и ищет новые пути оздоровления. Вести ее специально для вас будут академик Российской академии естественных наук, академик Нью-Йоркской академии технологических и общественных наук, создатель уникальной линии препаратов на основе соли Мертвого моря доктор Нона и Андрей Зайцев. Сегодняшняя тема – бронхиальная астма. Астма – классическое инфекционно-аллергическое заболевание. Другими словами, аллергия на инфекцию в дыхательных путях. Приступы удушья возникают внезапно, появляются на фоне здорового состояния. Характерны затруднениям и удлинениям фазы выдоха. Диагностика и лечение возможны только под контролем специалистов. Плотно обхватили губами, вручу чуть подальше. И спокойно дышим. Возраст пациентов от 10 лет и старше. Часто первые приступы начинаются на первом году жизни. Случается, их принимают за коклюжу, бронхопневмонию, бронходенид. В отличие от детей, у стариков приступы не выражены. Преобладают явления хронического астматического бронхита. В России бронхиальные астмы страдают 1,4 миллиона человек. Каждый год 120 тысяч заболевают вновь. У детей бронхиальная астма – это до 5,6% от детского населения. У взрослых еще больше. Существуют две формы бронхиальной астмы – инфекционно-аллергическая и неинфекционно-аллергическая. Второе название – топическая. Первая форма развивается на фоне инфекционных заболеваний, дыхательных путей – пневмония, бронхит, фаренгит. Основной аллерген – микробы. При атопической форме аллергенами могут стать уличная и домашняя пыль, пыльца растений, шерсть, перхоть домашних животных, пищевые продукты, лекарства, химические препараты. Чтобы поставить диагноз бронхиальной астмы, это в первую очередь нужно на нас. Нужно идти к доктору. Нельзя, почувствовав всю душу, лечиться тем, чем лечится соседка или знакомая. Приступ бронхиальной астмы, как правило, начинается ночью. Кашель, мокрота не отделяется, возникает резкое затруднение выдоха. Лицо синеет, кожа покрывается испариной. В большинстве случаев необходима госпитализация. Важно питание полноценное, потому что свежие фрукты и овощи, они обладают антиоцидантным действием. Полиненасыщенные жирные кислоты необходимы организму. Это жирная рыба, это масло растительное. Считается, астма – заболевание наследственное. Если аллергия есть у одного из родителей, риск заболеть 30% из 100. Если аллергия у папы и мамы, диагноз астма ставится в 80 случаях из сотни. Специалисты настаивают, астму нужно лечить в противном случае возможных осложнений. Ну что же, дорогие друзья, вот мы посмотрели сюжет. Доктор Нона, чем все-таки опасны заболевания бронхиальная астма и как часто оно встречается у людей? Когда хоть кто-нибудь из нас видел приступ бронхиальной астмы, он не может просто забыть эту картину. Когда ты видишь, что близкий человек задыхается, это очень страшно. Конечно, есть астматический такой статус, когда человек не может самостоятельно выйти из приступа бронхиальной астмы. Этим это заболевание и страшно. Я предлагаю сейчас разобраться в этой проблеме на конкретном случае. У нас в гостях сегодня Галина. Галина, здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Расскажите, пожалуйста, вашу историю, с чего все начиналось у вас, когда вы узнали впервые, что у вас заболевание бронхиальная астма. Все началось уже после того, как я родила двоих детей. Это был 2000 год. И, наверное, я погорячилась во время уборки. У меня начались приступы. Я сначала думала, что простуда, а потом стала задыхаться. А что вызывало, что было триггером астмы? Пыль, аллергеном была пыль. То, что у меня астма, я узнала позже. Сначала мы лечились просто как от простуды. Потом я обратилась к аллергологу. Она провела анализы и выявила, что у меня аллергия на пыль, березу, шерсть. Ну, самые такие вот были. То есть встречаются разные случаи, да? То есть вот первый, как у нашей гости Галины на пыль, еще какие раздражители? Существует еще и профессиональная астма, например, у парикмахеров на состриженные волосы или на химические вещества, которыми они красят волосы людям. Также существует астма у тех, кто работает с бытовой химией, у профессиональных уборщиков и так далее, и так далее. Аллергеном может быть сегодня все. Вот у меня был аллерген латекс. Я пошла к зубному врачу элементарно лечить зубы и вдруг начала задыхаться. И никто не мог разобраться, что же является аллергеном. Когда исключили латексовские перчатки, у меня все стало на место. Галина, скажите, пожалуйста, а когда Вы почувствовали облегчение? После пройденного курса лечения. А чем Вы лечились какие-то препараты? Ну, изначально мне назначили препараты сальбутамол, филин общего такого, да, значения. И каждый день бегала к аллергологу на уколы. Мне кололи аллергены в руку. Каждый день в течение полугода. И сегодня Вы уже живете без лекарственной терапии? Сейчас, на данный момент, да. Бывают, повторяются приступы, но легкие. Но ингалятор Вы с собой не носите? Нет. Ну, Вам еще повезло. А как астму можно определить сразу без дополнительной диагностики? Ну, опытный врач определяет сразу, потому что астма отличается от простуды тем, что затруднен выдох у пациента. Дело в том, что дыхательные пути, они очень сложные у нас. Сначала рот, потом глотка, потом трахея, потом бронхи, потом альвеолярные мешочки, где и происходит газообмен самих легких, и потом все возвращается. И вот когда на этих путях возникает во время выдоха затруднение, например, мышечный спазм или же скопление слизи, все это вызывает аллергены, мы не можем дышать. У нас затрудненное дыхание с присвистом выдоха. Поэтому опытный врач абсолютно легко устанавливает этот диагноз. Но вот чуть раньше вы упомянули о двух формах астмы. Какая самая распространенная из них? Ну, сегодня самая распространенная на бытовую пыль. И вот с этим видом астмы очень трудно бороться. Сначала у детей появляется экзема, а потом она перерастает в астматическую такую триаду. Какие-то есть профилактические методы лечения? Три принципа. Первое – исключить аллерген. Второе – это нервы. Нервы очень часто включают астму. Как триггер является, я расскажу потом несколько примеров. Ну, и третье – это подобрать правильную лекарственную терапию. Вот если мы все будем это соблюдать, то мы можем жить с астмой. Ну, вот получается так, что человек, который страдает бронхиальной астмой, он лишен очень многих радостей жизни. Например, это общение с животными, я так полагаю, это цветы. Ну, с животными есть голые коты, например, сфинксы. Есть такие же собачки китайские, которые лишены шерсти. Поэтому сегодня можно и радоваться животным, и жить с астмой. Для того, чтобы помочь своему организму, надо определить не только аллерген, а что еще дополнительно включает вашу астму. Вот у меня была пациентка-старушка, у нее целый день были астматические приступы. Ночью она прекрасно спала. Она требовала своими приступами внимания своих детей. Все, конечно, выбивались из определенного цикла жизненного. Она ночью спит, а людям-то надо работать. И, в общем, вот таким образом она привлекала внимание. Нервные астмы мы можем снять совершенно спокойно приступ, выработать рефлекс, расслабление. Взрослым я рекомендую взять две столовые ложки на ванну и ежедневно снимать с себя стресс. Это квартет солей. Квартет солей. Причем во время этой процедуры желательно закрыть глаза, посчитать от 100 до 1 в обратном порядке, полностью расслабиться. Представить себе, как легко проникает воздух легкий, как он также легко выходит из легких. Все это запомнить визуально. И не бояться аллергена. Как вот есть такая реклама, которая показывает противоаллергические препараты, что заходит кошечка с букетом цветов. То есть все аллергены там присутствуют. Еще с красными цитрусовыми сеточки. И возникает приступ астмы. Если мы себе поможем, мы можем справиться с астмой. Мы можем расслабить спазм на визуальном уровне. А вот детей я обучаю во время этой процедуры представить себе приступ астмы в виде светофора. Например, зеленый свет, вы дышите, детки, совершенно свободны. Желтый цвет, появились первые признаки астматического состояния. Все больные знают предвестники астмы. И красный, это уже сам приступ. И вот когда ребенок все это визуализирует, он во время желтого света может сказать своим родителям, ой, я чувствую приближающуюся беду. И хорошо отработать это также в квартете солей, чтобы ребенок не боялся приступа астмы. Потому что страх провоцирует повторные приступы. А может ли астма являться следствием какого-либо другого заболевания, например, бронхита? Ну, бывает, что тяжелый бронхит может осложниться астматическим дыханием. Но это не астма. А вообще астма вылечивается? Смотрите, неизлечимых людей нет. В принципе, вылечивается. Но дело в том, что очень быстро больные астмой прибегают к гормонотерапии. Берут ингаляторы, помогают себе дышать. Ведь организм у нас такой лентяй, он быстро к этому привыкает. И потом уже избавиться от астмы практически невозможно. Поэтому надо пытаться любыми народными средствами, любыми способами помочь своему организму, отвлекающими процедурами, не прибегать к кортикостероидам. Но вот вы упомянули народные средства. Я так полагаю, что нужно обратить внимание наших зрителей, гостей в студии на те продукты питания, которые есть на нашем столе. Их очень мало. Обратите внимание, капуста и огурцы – это практически два продукта, которые очень редко являются аллергенами. 0,01%. Но все равно даже огурец может стать аллергеном и вызвать бронхиальную астму. Поэтому, когда мы считаем, что аллерген, вызывающий астму пищевой, мы приходим к очень скучному питанию. Это крупы обычно, огурцы и капуста. Тут стоит корень солодки, тоже хорошо снимает бронхоспазм. Именно он способствует отторжению мокроты, которая забивает своей слизью при астме, избыточное выделение слизи, которая тоже закрывает бронхиальный просвет. И, конечно, чай. Надо очень много пить для того, чтобы снизить дозу аллергенов. Вот я предлагаю в этом случае, конечно, пить чай гансин. Галина, что вы делаете сейчас для того, чтобы в какие-то острые моменты, когда приступы бронхиальной астмы, чтобы его снять? Когда у меня появляется приступ, в первую очередь, водные процедуры очень хорошо помогают. Дыхательная гимнастика. То есть сама я не знаю профессионального, как правильно дышать, но я видела, слышала и пытаюсь заставить себя правильно дышать. На счет 8 дыхаем, 8 задерживаем дыхание и на счет 8 выдыхаем. Есть йога дыхательная. Очень хорошо для больных бронхиальной астмой использовать дыхательную йогу. Очень хорошо, ну это если в детстве проявилась бронхиальная астма, закаливающие процедуры. Вот у меня был родственник, у него была тяжелейшая форма бронхиальной астмы, и его бабушка ставила каждое утро под ледяной душ, спал он с открытой форточкой, и в итоге избавились от бронхиальной астмы. Самое главное, не паниковать. Если возник приступ, чтобы больной человек не запомнил этот страх, все должны мобилизоваться, знать, что ничего не случится. Конечно, надо больного положить, раскрыть ему одежду верхнюю, открыть форточку, чтобы больше кислорода было. И в этом случае, я говорю, обязательно принимать пульмассин, он улучшает дыхательную функцию легких, и капсулы оксин. То есть прибегать к таким средствам, которые улучшают обмен кислорода. Ну вот наша гостья Галина упомянула, что бронхиальная астма у нее открылась после того, как она родила двух детей. Я хотел бы поинтересоваться, если женщина при беременности заболевает бронхиальная астма, и каков риск наследственности у ребенка потом заболеть бронхиальной? В принципе, нет риска, если она заболела. Но если это генетическая астма, болели родители, братья, сестры, то, конечно, есть шансы низкие, но тоже есть, что будет и у ребенка. А вообще, как часто у детей встречается бронхиальная астма? Очень часто. Очень часто. И какие профилактические меры можно с детьми провести? Ранее выявление аллергена. Сначала у ребенка просто бывает диатез, как мы говорим, или атопический дерматит, щечки красные, чешуйки на голове, и мы все думаем, что это так должно быть, не обращаем внимания. А потом то, что вызывало у него аллергическую реакцию на кожу, может вызвать на дыхательную систему. Доктор Нона, скажите, пожалуйста, вот с моим диагнозом бронхиальная астма, можно ли мне еще раз забеременеть и родить ребенка? Не можно, а нужно. Я просто рекомендую. Это не противопоказание бронхиальной астмы, а тем более, что вы сегодня в компенсированном состоянии. Елене Дробышевой, 25. Беременность первая желанная. О ребенке они с мужем мечтали давно, но не решались. Пугал диагноз бронхиальная астма. Лене поставили его в трехмесячном возрасте. До семи лет девочка большую часть времени проводила в больнице. Леночка, как у нее дела? Ну, вроде нормально все. Все хорошо? 35-я неделя беременности. Плановый визит к гинекологу Акушеру раз в две недели. Анализы я посмотрела, они все хорошие. Давление в норме, прибавка в весе 200 граммов. А дышки нет для пациентки с диагнозом бронхиальная астма. Состояние здоровья идеальное. В консультации в первое же посещение посоветовали. Быстро не ходить, не бегать, не прыгать. В общем, физическое упражнение интенсивное никакие не выполнять. Это да, чтобы одышки не было. Потом, сольботамол всегда с собой нашел на всякий случай. Не надо так уж бояться лекарств. Конечно, в первые 12 недель, когда идет формирование плода, лекарства нежелательные. Но впоследствии само обострение болезни, оно более значимое, чем прием лекарств. При этом большая часть беременных с диагнозом бронхиальная астма обходится без лекарств. Врачи уверяют, если исключить аллергены, в каждом случае они свои, приступов можно избежать. Домашних животных нужно убрать. С пылью, естественно, тоже будем бороться. Это и влажные уборки ежедневные, и проведывание помещений. Дыхательная гимнастика, протяжное пение, громкий продолжительный смех, хорошая профилактика приступа. Соблюдая врачебные рекомендации, выносить и родить ребенка можно без вреда для здоровья. На сегодняшний день почти нет противопоказаний к вынашиванию беременности и родам. Потому что современные методы и диагностики, и лечения, и родоразрешения с учетом современных видов обезболивания, они позволяют женщине вынашивать беременность практически со всеми видами патологии. При этом медики настаивают. Бронхиальная астма, заболевания серьезные, планирование беременности – важный этап будущего материнства. В первую очередь женщине необходимо добиться стойкой ремиссии. Зачатие в этот период – наиболее благоприятное время. И для мамы, и для будущего младенца. Дородовое отделение – еще один докторский совет. Госпитализацию науку за две недели дородов. Ты сама знаешь, да почему? Елена не спорит, как и большинство беременных с ее диагнозом понимает. Схватки могут начаться неожиданно. В этот момент лучше находиться под присмотром специалистов. Моему внуку 15 лет. И 5 лет назад ему поставили диагноз бронхиальная астма. Сначала думали, что это на фоне какого-то аллергена, но при сдаче анализов, при обследовании выяснили, что это у него на эмоциональном фоне. Будь то радость, будь то неприятности, у него начинаются приступы удушья. Уже пользовались этими аэрозольными ингаляторами, или как они называются. Ну, в общем, как бы он сейчас уже постарше стал, и вроде реже такие приступы у него получаются. Но по утрам у него состояние такое, как у бегуна на длинные дистанции. Ему нужно определенную позу принять, он наклоняется. У меня у папы тоже была астма, я знаю, как это... То есть у него наследственная астма? Не знаю, наследственная или не наследственная, мой отец заболел уже в таком возрасте после 60 лет. У него как бы профессиональная, от мазутных паров такой диагноз был у отца поставлен. А значит, а у внука вот выявили, что это на эмоциональном фоне. И вот сейчас, каждое утро, для того, чтобы ему раздышаться, ему нужно вот так же наклониться. Я хочу порекомендовать хорошее упражнение для вашего внука. У нас есть динамический крем. Поскольку это астма на эмоциональном фоне, берем, наносим на ладошки, массируем 2 минуты каждый пальчик, особенно вторую фалангу. Вторая фаланга здесь у нас расположена по суджок терапии, бронхи и легкие. Прямо ногтем, не вставая с постели. Если он будет делать ежедневно эту процедуру, мы ему улучшим качество жизни. Женщине 49 лет. Более 20 лет – астматик. Повлечет ли ухудшение ее состояния в связи с переездом в другой город? К сожалению, может повлечь. Но есть города, которые рекомендуются больной астмой. Например, Кисловодск рекомендуется там жить. У моря очень хорошо. У нас в Израиле есть город Арат. Когда приезжают люди, больные бронхиальной астмой, они просто переезжают туда жить. И наблюдают их врачи. И очень часто вообще отменяются бетонетозные лучи. Какие препараты можно использовать человеку, у которого астма? Что вы порекомендуете в данном вопросе? Вот здесь я хочу сказать, надо очень нежно подходить к пациенту больного бронхиальной астмой. Дело в том, что мы не можем точно знать аллергены. Аллергены могут появляться в процессе жизни новые. Поэтому я назначаю всего лишь два продукта больным бронхиальной астмой. Это чай гансин и квартет солей. Как я учила, отрабатываем снятие бронхиальной астмы на ментальном уровне. Очень хорошо, когда дети больны бронхиальной астмой, ставить в увлажнитель воздуха, обязательно рекомендую, особенно зимой, когда топят батареи, и добавлять в увлажнитель полоскание для рта. Тогда ребенок дышит не только увлажненным воздухом, но с воздухом к нему в организм проникает архибактерия, которая включает резервы организма и предотвращает бронхиальную астму. Доктор Нона, я сама доктор. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, дети с тяжелой бронхиальной астмой постоянно находятся на гормональной терапии для стабилизации процесса. Можно ли отказаться от кортикостероидов благодаря вашим препаратам и стабилизировать свое состояние именно благодаря препаратам фирмы Нона? Под тщательным наблюдением, исключив аллергены, у нас было множество случаев, когда дети полностью выздоравливали. Опять-таки хочу сказать, в зависимости от того, в каком возрасте это было обнаружено, если даже в детском возрасте, но ребенку 14-15 лет, и он уже длительное время на кортикостероидах, это очень сложный процесс. Потому что организм лентяй, он уже привык получать допинг. Доктор Нона, до 17 лет мой сын очень часто болел хроническими заболеваниями бронхов. То есть там поставили хронический бронхит, в 17 лет нам поставили астму. Приступы нечастые, но они есть. Помогите нам бороться с этой бедой. Вот в 17 лет уже на сознательном возрасте очень хорошо отрабатывать психофактор, который включает, является триггером приступа бронхиальной астмы. Ежедневно квартет солей. Ежедневно по две капсулы пульмасина. По две капсулы оксина. Полоскание для рта. И дыхательную гимнастику. Не хотел бы, чтобы мы изменяли сложившиеся традиции в ток-шоу «Философия здоровья». Напоследок, какой подарок вы преподнесете нашей гости Галине? Конечно же, капсулы оксин. Потому что они помогут ей хорошо дышать. Но несмотря на то, что, дорогие друзья, бронхиальная астма – это заболевание достаточно серьезное, я бы хотел, чтобы вы, доктор Нона, как-то приближаясь к концу нашего сегодняшнего разговора, обнадежили всех наших телезрителей, в особенности тех людей, которые действительно страдают этим заболеванием. Дети, страдающие бронхиальной астмой, очень часто перерастают это заболевание. Не надо паниковать, надо ребенка закалять, надо правильное питание подобрать ребенку, исключив аллергены. И жизнь будет прекрасна. Ну что же, друзья, очень приятно, что доктор Нона в конце нашего разговора всех обнадежила. Мы благодарим и наших зрителей в студии, и вас, дорогие друзья, и нашу гостью Галину. Но и традиционно желаем всем только доброго, здоровья, и будьте счастливы оставаться всегда с нами. До свидания. Будьте здоровы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok